Доброе утро, дорогие друзья! Вот и закончился сюрпризов. Так единодушно его назвали политические комментаторы и обозреватели. Вчера, когда, казалось бы, уже ничто не может явить израильского избирателя, после того, как Амир Перец перешел в стан врага, незадолго до закрытия записи в Центральной избирательной комиссии, вдруг объявились новые люди. Возродилась новая старая партия, и во главе ее стал, совершенно неожиданно для некоторых, но для Литон ТВ это событие было ожидаемо, во главе ее стал бывший, уже теперь, политический обозреватель, главный ведущий, лицо 9-го канала, Давид Кон. Сейчас Давид Кон, глава избирательного списка новой старой партии «Исраэлим». У нас на линии. Давид, доброе утро. Доброе утро. Ну и как вы себя чувствуете в новой роли? Ну пока еще не знаю, пока только вот так недавно проснулся, и сейчас посмотрим, как я себя чувствую. Давид, я напомню тебе, можно на ты, да? Я напомню тебе и нашим зрителям, что и год назад, и Тон ТВ, почти год назад, и Тон ТВ был первым каналом, который предсказал подобное возможности нового развития событий. Но как бы тогда ты всячески открещен от того, что это может произойти по твоей инициативе. Сейчас это произошло по твоей инициативе. Сейчас это произошло, ну, ситуация вот такой. То есть, когда мне год назад, или там, может, чуть меньше, предложили подать о создании такой партии, я как-то к этому не очень серьезно отнесся. Но, во всяком случае, мне не казалось, что люди, которые эти игры мне предложили, что они об этом серьезно. На самом деле, они говорили об этом серьезно, то есть они то ли приобретение, то ли получение, они, в этой самой территории, они эту партию забрали у ее владельца, у того человека, который ее создал. Это некий человек, я, честно говоря, не видел его, я никогда не знал о нем. Ну, вот они эту партию забрали, собирались идти своим, девушным, скажем так, молодежным русскоязычным списком. Я получил несколько дней назад предложение от Цепь Ливни в ее список на вполне реальное место. Я это предложение довольно внимательно рассматривал. Но когда произошел вот этот вот самый трюк, когда в списке, в списке цепей примен Сомир Перец, я понял, что, в общем, для меня этот список закрыт, что находиться в одном списке с Сомиром Перецом мне не хотелось. Ну, ничего личного, абсолютно ничего личного, просто политические взгляды Сомир Переца и мои практически, да, они, так сказать, очень сильно расходятся, и поэтому этот путь был сразу закрыт. И тогда вновь еще возникла вот эта молодая группа людей, которые сказали, что все, у нас уже есть партия, у нас уже есть возможности сегодня реально зарегистрироваться, идите к нам. Я, в общем-то, так сказать, поразмыслил, что я, в общем-то, смешно буду выглядеть, скажем, одним немолодым человеком в вашей молодежной, замечательной молодежной компании. И предложили, так сказать, подобрать себе какого-то, так сказать, пару человеков с опытом. Я обратился к одному из депутатов, к местно действующих, тоже пойти в этот список, получил отказ, затем предложил, скажем, Алексу, я, Алексу, я так согласился. Ну, на самом деле, довольно странно слышать о том, что ты отказался от реального места в списке ревни по идеологическим соображениям. Насколько я понимаю, вот эта предвыборная кампания нам наглядно показала, что идеология – это последняя, чем руководствуются наши потенциальные депутаты. Ну, что последняя, чем руководствуются депутаты? Я человек весьма правый взглядов. То есть, скажем, мириться с выходцем из Ликута и пыль, так сказать, Шаранистской, это не еще возможно. То есть, я шел к Сепеливне совершенно понятной идеей бороться за права нашей общины. Вот, собственно говоря, была основная идея. Эта идея, она осталась. Потому что я считаю, что здесь у нас дела не очень хороши, и дела все ухудшаются и ухудшаются. Можем подробно об этом поговорить, о делах нашей общины. Но я шел побороться за дела общины, и я задал, скажем, там, нескольких вопросов, касающихся идеологической установки. Я получил на них ответы, которые меня, в принципе, там устроили. Ну, скажем, гаотеонатом должен отдать голландские высоты. Кроме того, нет, не готовы отдать голландские высоты. Ну, все хорошо, меня и устроило. А вот появление мира перца, она, так сказать, ситуацию изменила коренным образом в идеологическом плане. И я понял, что даже просто за права нашей общины в таких условиях это будет мне, в общем-то, сложновато. Ситуация повернулась довольно резко. Причем она повернулась резко именно вчера, потому что вчера, еще вчера утром, еще вчера утром я, в принципе, ждал звонка от Цепи Ливни с тем, что вот давайте мы сейчас встретимся и мы поговорим, так сказать, обговорим точно, какое место мы будем занимать. Давид, к сожалению, и на Ливне... Я потом, так сказать, вижу всю эту картину по телевизору и понимаю, что это не получится. И тут звонок, и тут предложение, и тут разговор, что давайте все-таки, так сказать, решим этот вопрос, давайте все-таки пойдем, и вот, и уже идем. К сожалению, у нас определенные какие-то помехи на линии. Во всяком случае, спасибо тебе большое, извини за ранний звонок. Мы желаем тебе успеха, и увидимся, и услышимся. Теперь, поскольку ты не сотрудник 9-го канала, тебе, наверное, можно будет иногда приходить на Итон ТВ. Да, конечно, спасибо, Саш. Скажу только, что, в принципе, название партии не очень, как сказать, конечно, звучное. Может быть, оно называется Итс Резим. Мы, считаю, не успели поменять это название, но народ у нас очень остроумный. Народ эту всю партию прозвал совершенно иначе. Ее уже называют Кон-партия. Ну, можно так сказать, что ты все поставил на кон? Ну, в принципе, да. Можно провожать много слов всяких. Что ж, успеха тебе. Пусть этот вот самый Кон, как бы, окажется выигрышным. Хотел это. Спасибо. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok